Я ждала, 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 того я ждала. В гости наши любимые. Конечно, друзья, на последних минутах буквально уходящего эфира забегает к нам Валерия Маркина, наш нумеролог. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ждем от вас. Месяц май, вот он сложный во всех отношениях. Будем майец или не будем майец? Я бы сказала, важный и значимый май в этом году. Потому что май запускает программу, результат которой мы увидим уже в следующем году. То есть то, что сейчас, идеи, которые будут приходить сейчас, начинания, которые будут приходить сейчас, они будут постепенно распаковываться. И основной результат мы увидим уже практически в начале 2022 года. Да, вот настолько заброс. Серьезно. Я себе, как всегда, тезисы набросала, потому что могу увлечься, чтобы четко сказать все, что я хочу. Значит, здесь, во-первых, пишу, что месяц станет поворотным, да, что мы увидим шансы, которые раньше мы могли не замечать. Поэтому надо быть внимательными. Очень важно пересмотреть свою жизнь. И я бы сказала, что пересмотрев ее, скорректировать планы, потому что запускаем, да. То есть, может быть, какие-то обстоятельства сегодня не совсем укладываются в то, что мы планировали раньше, скорректировать, да, и внедрить это. Дальше, значит, наметить перспективы развития, пишу, пересмотреть происходящее. Да, еще интересно, что этот месяц, он чистые единицы и ноли. Прям, знаете, как будто компьютерная такая вот программа. 1-0, 1-0-0, знаете, вот такая вот история. То есть, потоки открыты, информационные, да, только бери и скачивай, да. То есть, идеи в воздухе витают. Эти идеи бери и тоже их реализовывай. То есть, засиживаться дома вообще ни в коем случае. Вообще месяц активный, месяц динамичный, ни в коем случае. Здесь решительность, здесь инициатива, здесь проявление своих творческих и индивидуальных качеств. Обязательно. Здесь очень ярко проявлена энергия единицы и солнца. А солнце, вспоминаем, светит всем одинаково, да. То есть, я на занятиях, например, по нумерологии всегда говорю, что посмотрите, солнце, оно не выбирает, кому больше лучиков дать, кому меньше, да. То есть, задача солнца, как можно больше своего света раздать людям, да, и всему живому и неживому в этом мире. Что значит не выбирает? Жителям Норильска расскажите, что мне не выбирает их солнце. Не, ну ладно, это так. Да, но смысл в том, что отправляет одинаково, что доходит, это уже другая история. Что сможем взять, да, максимально. В каком периоде, если мы переложим, да, вот там на астрологию или нумерологию, да, здесь, а в каком периоде ты сам находишься, да, или где ты сам находишься, столько тебе этого света сейчас может и достаться. Но опять же, готов ли ты принять то, что тебе идет, да, ведь мы же, может быть, еще и не готовы, да. То есть, вот смотрите, для всех идет период прямо активный, начинаний там, идей и так далее, а у человека он может находиться как раз в личном периоде завершения, например, да, или подвисания какого-то. Но здесь тоже надо уловить эти общие тенденции и как бы со своими туда заехать. Потому что, как бы я, например, про себя, да, как бы я не находилась в периоде, ну, уже такой длительный у меня сейчас период, когда я больше погружена там в изучение, да, в знания. Я очень мало сейчас общаюсь, исключительно вот делаю, да, небольшие такие исключения в виде приятного общения с вами, да. Да, но даже это повлияло очень серьезно на меня, да, это общая тенденция. Я поучаствовала в апреле месяце, замечательный совершенно был проект у нас в Красноярске, топ-модель XL. Ну, я не как участница, да, я как человек, который показывал мастер-класс. И мне было на самом деле очень интересно, с корыстными маленько целями, да, мне было интересно, а что, как отражается в программе этих чудесных девушек и женщин, да, почему они сюда попали, то есть что здесь нужно было. И увидела, что практически у всех стояла задача вспомнить о себе, что я женщина, я королева, да, то есть раскрыть свои какие-то способности, свои творческие, какие-то новые знания для себя получить. И они все это получили в этом проект, совершенно замечательная история. Но мы продолжаем с вами про май, да. Я хотела добавить, что здесь мы можем решиться на какие-то масштабные изменения в своей жизни, что это очень хорошее время для познания. Ну, так как информационные каналы открыты, да, то есть для познания чего-то нового, для обучения прекрасный месяц май, для каких-то новых знакомств, да, и для продвижения проектов, для прорывов в науке. Ну, то есть чувствуете, все вот очень динамичные, очень активные такие вибрации. Ну, это с какого числа уже начнется? Уже? Да, это уже началось, конечно. А вот ведь же так, у нас выходные. А вы заметили, что вы у кого не спрашиваете, не сильно так кто отдыхает? Ну, это да, это странно. И наш интерактивный опрос показывает. Понимаете? Потому что не располагает период, а если располагает, то к активному, да, то есть активно что-то делать, куда-то ехать, да, куда-то идти, что-то предпринимать, да, там, вы тут рукоделием занимались, сидели, да, показывали людям, как это делать. То есть, если и отдых, то отдых активный. Опять же, проявив себя, там, что-то, раскрыв себе какие-то новые потенциалы. А любви-то будет хоть немножечко? Любви? Конечно. Ну, солнце светит всем одинаково. Валерия, Валерия, Валерия. Лучик света и тепла отправляем всем, и вам вернется, конечно, но особенно тем, у кого индивидуальный период, больше про это. Валерия, у нас буквально минутка, может быть, по каким-то знаковым числам, если такая вы существует, критически, позитивно, как это обычно у нас бывает? Вы знаете, вот на первую, примерно, половину я здесь себе наметила месяц, критические дни, да, которые такие особенно сложные. Я бы обратила внимание на сегодняшний день, на завтрашний день, там повышена травмоопасность, и со скоростью надо быть поосторожнее. 9 мая, конечно, тоже посмотрела, и здесь прямо день звучит, как победа, понимаете? То есть там опять очень сильные энергии единиц, там девятка ярно проявлена, а это опять солнце, марс, победоносные такие вещи, да, и вот они прям проигрываются в девятого. Но здесь опять же, что надо правильно это понять, да, и не воевать в этот день, а как раз гуманистическая, опять же, направленность должна сработать, да, и вот служение людям. 10 число, здесь какие-то серьезные изменения я вижу, 14 число, опять же, это вот дни, когда я говорю про себя, про людей, как можно больше любви и тепла. И 16, вот здесь с одной стороны какие-то бизнес-проекты, дела, карьера и так далее, с другой стороны надо быть осторожнее. Спасибо, обратим внимание, ну а девятого мы, собственно, для того победили, чтобы больше не воевать, вот это главное. Спасибо большое, Валерия Маркина была с нами, сейчас в блок полезной информации, не уходите.